Девочка-пай Сьогодні в програмі Анімія у вагітних та що з нею робити Погані звички у малюків Сором, я зливість, чи потрібно з нею боротися Поради спеціалістів Про анімію не можна говорити однозначно Адже вона буває декількох видів У беременных женщин Они сталкиваются с тем, что просто снизился гемоглобин Эритроцитів в нормальном Довольно-таки Или чуть-чуть в сниженом количестве Но Гемоглобин упал Фрукты мы сейчас не в достаточном количестве едим Вот И никто эту концентрацию Ни витамина С, ни других витаминов Не може выдержать вот такую клиническую Как нам нужна И фрукты не того качества Поэтому, конечно, бывает такое Особенно вот в сезон такой Поздняя осень, зима, весна Який гемоглобин вважається сниженным? Гемоглобин ниже 110 уже рассматривается как сниженный Чем ниже, тем хуже Чому він такий важливий, цей гемоглобин? На гемоглобине, именно на этом геме В гемоглобине переходит кислород к плоду И если недостаточно гемоглобина Значит, у плода недостаточно кислорода А если недостаточно кислорода Значит, развиваемся мы Все ж таки с отставанием И чем больше недостаток этого гемоглобина Тем больше отставание день за днем будет формироваться Какие же наследки этих процессов? Когда формируется мозг у ребенка, кислород очень необходимый. Наверное, этой фразы будет достаточно нашим женщинам, чтобы похватиться и посмотреть у себя в обменной карточке, какой же у меня гемоглобин, все ли у меня хорошо. И, конечно, есть такие женщины, у которых едят они фрукты, и есть, что даже едят они повышающие гемоглобин препараты, но не все благополучно повышается. То есть она старается, но что-то почему-то очень плохо происходит. То есть неудовлетворительное повышение гемоглобина тогда оказалось, да, в результате даже лечения какого-то там. Пусть самого минимального, самого слабого. Что ж ведь бывает? Чему так? У нас у всех в желудке, а мы едим в желудок, куда оно поступает, вот, в желудке разная кислотность. И если кислотность слабая, совсем низкая, то усваиваемость, конечно, вот этих продуктов железа будет очень низкая или вообще ее не будет. Или женщина получает препараты магния, а магний будет антагонистом железу. Иногда назначают магний Б6 беременным, предположим, вот так вот. Или магнезию она там получать может. При этом железо, а железо входит в наш организм в трехвалентном своем состоянии, оно, что ты съел, то и вышло. Оно не всасывается с поверхности желудка и кишечника. Якщо у вас так, мы маемо для вас декілька порад. Выпить перед едой, предположим, разбавленный сок лимона, буквально один или два глотка. Это абсолютно безвредный. Раньше был ацидин, пепсин давали, теперь вот есть можно сок лимона или сок квашеной капусты зимой. Сделать буквально два глотка, чтобы всосались все вот эти вот железы в организм. Вот, тогда будет, конечно, получаться. Наши анголятка растут, и как бы мы не хотели, а у них з'являются поганые звички. Например, сосание пальца, или это может быть обрезание ногтей, вот такого плана. Что роботи батькам? Прежде всего, конечно же, нужно это заметить. И поискать причину, откуда это может быть. Прежде всего, поискать ее в себе. Возможно, ребенок копирует родителей. Возможно, эти плохие привычки есть у мамы, или у папы, или там у каких-то знакомых, и они наблюдали это. Это может быть причиной страха какой-то. Надо поискать причину этого страха, от чего это возникло. Отже, причина з'ясована. Что робимо далее? В первую очередь, не нужно ни в коем случае ругать ребенка, наказывать, рукоприкладством заниматься, бить, мазать чем-то острым, еще чем-то запугивать. Ни в коем случае этого нельзя делать. Сначала нужно понаблюдать, откуда это происходит. Потом нужно попытаться задействовать ручки ребенка чем-то другим. Можно дать? Порисовать карандашами, нарисовать краской, что-то помочь маме на кухне. То есть отвлечь от этого процесса. Але, прежде всего, зменить стиль поведенки с дитиною. Больше внимания проводить с ребенком. Отвлекая куда-то с ним, путешествуя, на прогулку выйти, поиграть с ним вместе. Ну, и таким образом пытаться в процессе этой игры отвечать ребенка от этих редких привычек. Моя дитина соромязлива. Більшість батьків сприймають цю дальність зі смутком. А чи не замислювались ви, що не завжди соромязливість потрібна переборювати? Оказывается, вона може бути полезна, ведь вона помагає соблюдати нам свої рамки, контролювати себя. Соромязливість дітей можна поділити на декілька ступенів. Одні только при первом контакте, другие перед взрослыми. Есть дети, которые стесняются перед публикой. Но когда это тотальное проявление застенчивости, тогда уже это серьезная помеха в развитии личности ребенка. Чим же вона заважає, ця соромязливість? Стеснительность ребенка мешает ему проявлять свои качества, мешает ему быть собой. Хуже всего, что эта черта провоцирует скованность, неуклюжесть, напряжение в движениях. Она мешает не только в социальных взаимоотношениях, она мешает во всех сторонах жизни. А якщо з нею взагалі не боротися? Фраза бороться – интересная фраза. Давайте мы перейдем к фразе трудностей, как преодолеть эту трудность ребенка. Отже, з'ясовуємо причины соромязливости. Многие дети обладают повышенной чувствительностью к критике и к негативным ситуациям в их жизни. У них более ранимая нервная система. Есть стереотип, что это наследственная предрасположенность. Да, эти черты могут быть наследственными. Но они в разных семьях просто незаметны. Прежде всего, нужно разобраться в причинах возникновения. Застенчивость может быть результатом какой-то стрессовой ситуации в жизни ребенка. К примеру, переезд, переход в другое детское учреждение, другую школу, поход в детский сад, адаптация старшим дошкольного возраста намного сложнее, чем адаптация ребенка раннего возраста. Это и развод родителей, разные жизненные ситуации и стрессовые ситуации. Причины их последствий еще могут быть, это неудачное выступление перед публикой. Это новогодние праздники, когда необходимо, чтобы получить подарок, рассказать стихотворение Деду Морозу. Когда необходимо, чтобы понравиться родителям, рассказать какое-то стихотворение или где-то публично выступить. Страх публичного выступа – один из самых сильных социальных страхов. Застенчивость развивается, если взрослые постоянно указывают ребенку о том, что он стесняется, о том, что он застенчивый и постоянно об этом напоминают. И тогда это вырабатывается как черта личности. Они предопределяют его будущее развитие. Они начинают об этом предупреждать окружающих, как только ребенок появился или на детской площадке, или в какой-то незнакомой ситуации. Да, застенчивость нужно, мы говорили, бороться или справляться как можно раньше, пока она не превратилась в устойчивую черту характера. Что делать в первую очередь? Расскажите о себе. У каждого человека были ситуации, когда он испытывал неловкость. И такие разговоры и с дошкольниками, и с младшим школьником, они помогут ребенку посмотреть на себя. Просто проявите сочувствие. Помогите ему контролировать свой страх. Проговорите ему, что я вижу, что ты боишься. Я вижу, что тебе неловко. Я вижу, скажите, что вы понимаете, почему ему страшно. Кроме того, ему будет легче начинать говорить о своей проблеме, когда он станет старше. Обсудите преимущества общения с младшим ребенком. Проговорите, что если он придет и поздоровается с детками на детской площадке, ему будет проще заводить друзей. Они будут делиться с ним игрушками, если он будет предлагать им свои игрушки. Проговорите эти ситуации с ребенком дома. С детьми постарше уже необходимо проиграть его или прорепетировать его ответ на уроки, его выступления в театральной студии, его выступления на праздники. И тогда во взрослом возрасте ему будет проще справляться со смущением. Как приветствовать взрослых, как приветствовать своих сверстников, как попрощаться, какими фразами обратить на себя внимание сверстника, что можно проговорить в разных ситуациях. Ставьте перед дитиною реальные цели. Не ждите, что выучив несколько приветствий, он сразу же раскрепощенно пойдет общаться со сверстниками. Поощряйте любое проявление инициативы и любую успешную ситуацию. Попросите о помощи воспитателя детского сада или учителя. Попросите, чтобы они помогли вместе с вами ребенку проиграть эти ситуации, как ему отвечать на уроки, как ему отвечать на занятия. Награждайте ребенка за любой успех, когда у него получилось преодолеть робость. Это и поход в театр, поход в кино, поход на детскую площадку, если для него это комфортное условие. Ребенку всегда проще общаться с младшими детьми. Для старших детей это навык опекать и заботиться о более младших. Не торопите ребенка. Застенчивому ребенку всегда нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке. Если сегодня в новой компании он не проявил инициативы, похвалите его за малейшие проявления и за малейшие ситуации, где он справился со своими эмоциями, в следующий раз ему будет проще.